Удивительно, но факт! Это можно будет вытащить из небытия, даже после признания Арменией, территориальной целостности Азербайджана на саммите в Праге. Но все не так просто. За такой ныне весьма лояльной к Баку позиции Москвы стоят железобетонные доводы. Своим выступлением на 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов предметно дезавуировал все байки, прозвучавший из уст его армянского коллеги Арарата Мирзаяна на этом же мероприятии чуть раньше. Байрамов, например, сообщил, что Азербайджан полон решимости реинтегрировать проживающих на постконфликтных территориях граждан армянского происхождения в свое политическое, экономическое и социальное пространство. Министр особо подчеркнул, что Азербайджан гарантирует армянам те же права и свободы, что и всех граждан страны. Конституция Азербайджанской республики в этом смысле обеспечивает прочную правовую основу. Диалог и связи, которые были усилены в последние месяцы между официальными лицами правительства Азербайджана и местными этническими армянами, должны поддерживаться и быть стабильными. Полностью созвучно сказанному Байрамовым и вчерашнее заявление главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. Практически в том же ключе российский министр дал понять, что пора обсуждать лишь то, как будут проживать армяне на территории Азербайджана. В частности, Лавров отметил, что со взаимным признанием в Праге Армении и Азербайджаном суверенитета друг друга, урегулирование отношений двух стран в рамках Алматинской декларации стало проще, поскольку в этом документе однозначно указано, что Карабах является частью Азербайджана. Не зря же армянское руководство в последнее время говорит не столько о статусе, сколько о том, что нужно обеспечить права армянского населения в Карабахе. На это готова азербайджанская сторона, они готовы это обсуждать, предоставить все гарантии прав, на которые имеют право другие граждане Азербайджана, сказал Лавров. Таким образом, если российский дипломат настолько положительно высказывается оппозиция Азербайджана, по сути, выражая с ней солидарность, то можно уже говорить о неком едином фронте. Теперь подход к этой теме у всех, кто заинтересован в урегулировании ситуации, Москвы, Брюсселя и Вашингтона примерно одинаков. Юлить и на кого-то уповать Армении уже бессмысленно, Франция тут точно не поможет. Что же касается замечания Лаврова, то его вполне можно расценить как одобрение действий Азербайджана, а то, что одновременно он подел Пашиняна, явный знак, что Москва, не исключаем, меняет тактику. И то, что Россия хочет еще более закрепиться в миротворческом формате для продолжения партнерского, а может и союзнического диалога с Баку, возможно, приняв во внимание некоторые позиции Вашингтона и Брюсселя. А США и Европа тем временем обсуждают с Азербайджаном уже более предметные вещи. Хотя, казалось бы, еще недавно Москва пыталась заигрывать с Ереваном, выложив на переговорах в Сочи свой план из энного числа пунктов, где обсуждение статуса Карабаха даже предлагалось вообще отложить на потом. Таким образом, проявив в своей игре жутчайший политический анахронизм и получив категорическое неприятие Азербайджаном плана такой конфигурации. Конечно, после всех военных и политических побед Баку и ноябрьского трехстороннего заявления 2020 года этот подход выглядел, скажем прямо, крайне неумно, если и не того хуже. России сейчас приходится учитывать текущие реалии, а что касается Южно-Кавказского региона, то они состоят в том, что без нахождения языка с Баку ни одна внешняя сила не может полноценно присутствовать здесь. И это уже неоспоримая очевидность. Поэтому почти все внешние силы сегодня, за исключением разве что Франции, стараются играть на стороне Азербайджана, так выгоднее и благоразумнее. Ясно, что предлагая приемлемый для Баку вариант мирного договора между сторонами, США и ЕС делают это не в угоду Азербайджана, а в первую очередь преследуя свои интересы. И в этом смысле Баку никаких иллюзий не питает. Но именно Азербайджан является победителем в сорокадневной войне, а также лидирующей военной, политической и экономической силой на Южном Кавказе. А потому, помимо масштабного энергетического сотрудничества с Европой, прилагает титанические усилия для развития региона, в первую очередь, конечно, своих освобожденных земель, вкладывая в них громадные инвестиции. И понятно, какие бонусы получит тот, кто выступает на стороне Азербайджана. Осознавая это, очевидно, в Москве решили, надо быть прагматичнее, делать более актуальные предложения, чтобы включиться в большую игру. Баку же будет избирателен и даже не тороплив, принимая лишь те варианты предложений, которые в большей степени соответствуют его и только его интересам.